Субтитры создавал DimaTorzok Хочу начать с того, что передать вам огромный пламенный привет и огромное спасибо. Вы сами того не зная, являетесь соучастниками нашего служения, которое проходит в штате Миссури в реабилитационном центре, потому что много лет назад вы меня не помните, но я хорошо помню вашу церковь. Я приезжала к вам и просила помощи. Мы тогда хотели покупать только землю в Америке под реабилитационный центр, и ваша церковь нам помогала. Спасибо вам за это. Мы помним вас, молимся за вас, любим вас. И знаете, ни для кого не секрет, что сейчас мы все знаем, что если в церкви есть молодежь, в городе, в стране есть молодежь, значит у этой церкви, у города, у страны есть будущее. Но, к сожалению, это знаем не только мы, об этом знает также и дьявол. И поэтому сегодня его основной удар направлен на наших с вами детей, на молодое поколение. И вы знаете, он не приходит как что-то ужасное, как что-то страшное, он приходит как ангел света, потому что он был ангелом света, и он знает, как это сделать, как преподнести грех в красивой, блестящей, в яркой обертке, так, чтобы никто не испугался. И наши дети часто не готовы вот к тому, что он преподносит, и они попадаются в эти сети. Вы знаете, в одной войне солдаты разбрасывали очень красивые и яркие игрушки, но эти игрушки были начинены взрывчаткой. И дети, которые брали, они погибали тут же. Сегодня происходит то же самое, только в духовном мире. Дьявол заворачивает грех в очень красивую обертку, и, естественно, этот грех предлагается, к сожалению, и нашим с вами детям тоже. И если они не готовы, то они попадаются в эти капканы. Во многих штатах легализована, вы знаете, марихуана, и я не представляю, как это могло произойти в этой чудесной стране. И мы молимся о том, чтобы Господь просто вразумил правительство и дал закрыть все-таки эту программу. И вы знаете, я расскажу сегодня о своей жизни, потому что я работаю в служении реабилитации уже 23 года, и перед моими жизнями глазами проходят тысячи и тысячи изломанных, искореженных жизней молодых девушек и парней. Но я расскажу о себе, потому что все жизни похожи, в принципе, одна на другую. Я родилась в очень хорошей семье, и мои родители очень любили меня. С первого класса я занималась музыкой, спортом, плаванием. И мне везде говорили, что у меня будет прекрасное будущее. Единственное, что мне не хватало, друзей. Я была очень хорошей девочкой, отличницей. Меня очень любили преподаватели. И вот таких в России у нас ненавидят почему-то сверстники. Поэтому меня дразнили, надо мной издевались, меня били. И больше всего на свете я мечтала иметь друзей. И поэтому в пятом классе, когда я выполнила норматив мастера спорта, мне предложили перейти в школу-интернат спортивного профиля, чтобы готовиться к Олимпиаде 80. И я с удовольствием согласилась. Но внутри себя я решила, что я приду в эту школу, и я буду такой, как все. Я больше не буду белой вороной. И на первой школьной дискотеке ко мне подошли старшие ребята и спросили, куришь, пьешь? Я говорю, нет. Они говорят, ничего страшного, научим. И вот так на первой школьной дискотеке я выпила свой первый бокал шампанского и выкурила первую сигарету. И мне не понравилось. Меня тошнило, у меня болела, ну, кружилась голова. Но я знала, что я буду это делать, потому что меня приняли в компанию. У меня появились друзья. Но я тогда не понимала, что с этой первой сигареты началась моя 14-летняя дорога в ад. Потому что душа человеческая, она как преисподня, она все время расширяется, и человеку всегда мало. И очень скоро мне стало не хватать моих друзей, этого шампанского, этих сигарет, и я начала искать другие компании. И очень быстро познакомилась с молодыми людьми, которые предложили мне покурить так называемую веселую сигарету. И я покурила, и я тогда не могла представить, что это наркотики. Считалось тогда, что в нашем великом Советском Союзе наркомания наркотиков быть не может, что у нас все чисто, это где-то на Диком Западе, а у нас все прекрасно. Но все оказалось совсем не так, потому что немного позже, когда мне предложили уколоться, хотя было страшно, но я тоже согласилась, потому что, как многие молодые люди, жила по принципу, что в жизни надо попробовать все. Так прошло лето, 1 сентября, мне надо было идти в школу, 7 класс, я утром проснулась и думала, что заболела. Мама вызвала врача, немного позже раздался телефонный звонок, и вот эти так называемые друзья, они спросили меня, почему я не в школе. Я сказала, что заболела, жду врача, и тогда они мне сказали, глупо, ты просто наркоманка, и тебе нужна очередная доза. И тогда по своей наивности я сказала, что я сейчас приеду, потому что мне надо идти в школу, и вот тогда мне объяснили, что наркотики стоят денег, хотя все лето наркотики были бесплатно. Мне было 14, у меня не было денег, но я знала, чем зарабатывают девочки из нашей компании, я позвонила одной из них и попросила в долг денег. Она сказала, да, без проблем, только вечером вместе отработаем. И знаете, как любая девчонка в 14, я мечтала о том, что у меня будет единственный прекрасный муж, что у меня будет чудесная семья, много детишек, а вместо этого мне пришлось начать торговать с собой, чтобы просто зарабатывать на дозу, чтобы ходить в школу. Я никому тогда не могла сказать, что со мной происходит, мне бы никто не понял, да и не поверил. Прошло несколько лет, и мое тело потеряло свою привлекательность, меня просто перестали покупать. И тогда я нашла другую компанию, это были воры, и мы воровали, где придется и что придется. И знаете, я ненавидела всю свою жизнь. И я понимала, что вся моя жизнь, она несет зло, и я начала обращаться к разным, тогда очень популярны были экстрасенсы, кодировщики, ну, в общем, всякие шептуны и гадатели. Начала обращаться к ним за помощью, и чем больше я к ним обращалась, тем страшнее становилась моя жизнь. Когда мне исполнилось 18, этих воров посадили, и я пришла домой и рассказала обо всем маме, обо всем кошмаре, который творится в моей жизни. Для нее это был ужасный шок. Она не могла, во-первых, представить, что это произошло в нашей стране, а во-вторых, что это произошло с ее любимой, единственной дочерью, в которую она пыталась вложить с детства все только самое лучшее. И она начала обращаться в разные клиники, тогда еще города Ленинграда, и просить, чтобы врачи помогли мне. И вы знаете, им очень успешно удавалось освободить мое физическое тело, но никто из них не мог освободить моей души, потому что внутри моей души была огромная зияющая пустота и боль, и эту боль могла заглушить только очередная доза. И поэтому, выходя из разных клиник, дорогих, дешевых, долгосрочных, короткосрочных, я опять начинала все сначала. Через несколько лет я решила, что если я рожу ребенка, то он остановит меня. И в 23 года, будучи уже наркоманкой с 9-летним стажем, я родила сына. И мой сын родился на ломках. Врачи боролись за его жизнь, они снижали ему дозу наркотика, чтобы он не умер. И когда угроза смерти миновала, нас выписали, я на самом деле была счастливой матерью. Я думала, все, победа, я победила наркотик, я отдам ему всю свою жизнь и всю свою любовь. Но я очень ошибалась. Очень скоро я поняла, что пустота и боль в моей душе, они намного сильнее той любви, которую я испытываю к своему сыну. И я оставила своего мальчика, маме, а сама опять ушла ходить своими путями. Через два года, это были такие беспредельные 92-е годы, в Питере решили, это уже был Санкт-Петербург, решили расправиться с наркоманами таким образом, что в одну из составных частей наркотика был добавлен яд. И нас в больницу тогда попало только по официальной статистике более 600 человек. И все умерли. Я сегодня стою перед вами только потому, что дома моя мама и мой двухлетний сын, они стояли дома на коленях, и они молились и просили Бога Всемогущего, чтобы Он помиловал меня. И Он помиловал меня. Меня выписали через некоторое время, но с диагнозом рак крови. На третьи сутки у меня была клиническая смерть, и я четко знала то место, в которое я иду. Поэтому, когда медсестра приходила делать мне витамины и подносила ко мне шприц, у меня внутри все холодело от ужаса. Я знала, что для меня шприц – это смерть. Но даже вот такой панический страх удержал меня недолго, и я опять начала употреблять. Через два года я поняла, что я умираю, потому что я стала весить 40 килограмм, у меня открылись все кровотечения, внутри моего тела лопались вены, ни одна ранка, даже укол от иголки не заживала, превращалась в язву. И я пригласила врачей, которые много лет уже пытались помочь мне бросить наркотики. Они обследовали меня и сказали, Оля, ты не выдержишь тех лекарств, которые мы даем. Ты не выдержишь вот этих ломок, абстиненции, которые сопровождают каждого наркомана после отмены. Тебе вообще осталось жить максимум два месяца. Не мучай никого, ни себя, ни других. Доколись и умри. Вот это был человеческий приговор. И единственный, кто продолжал, естественно, верить, молиться, надеяться и, конечно же, стучать во все двери, это была моя мама. И однажды на пороге моего дома появились люди, это был Сергей Мотивасян и его команда. Это было тюремное служение одной из церквей. И они пришли ко мне уже поздно вечером, после тюрем, уставшие. Но они пришли, и они стали говорить мне о том, что есть Бог, который любит меня, который может помочь мне, который может изменить мою жизнь, и у которого есть для меня прекрасное будущее. Я не верила ни одному их слову. Я думала, ну как Бог может любить меня, если все ненавидят меня, одна мама осталась со мной. О каком прекрасном будущем они говорят, если врачи вынесли уже приговор, через два месяца смерть, вот мое будущее. Но знаете, слава Богу за слово, которое просто звучало в их сердцах, которое горело в их сердцах. И я хочу прочитать его, потому что я считаю, что это слово для каждого верующего человека. Оно сегодня выбито у нас на камне, как на каменной скрижале. И мы стараемся, чтобы каждый человек, который прошел нашу программу, он уехал с этим словом в сердце и стал помогать другим. Это притча, 24 глава, с 11 стиха. И здесь написано, спасай взятых на смерть. И неужели откажешься от обреченных на убиение? И знаете, эти люди часто неприятно выглядят, неприятно пахнут, неприятно разговаривают. Но для нас здесь следующее есть 12 стих. И слава Богу, что это слово, оно двигало этими людьми, поэтому они каждый вечер, несмотря на то, что они вели тяжелое служение в тюрьмах, каждый вечер они приходили ко мне. И просто были рядом, молились за меня, играли с моим ребенком, говорили мне опять-таки о любви Божьей. Они утешали мою маму, которая всегда плакала. И буквально, знаете, поколачивали надежду в мою голову, по-другому это не назовешь. И однажды я решила, что я поеду в церковь. И мама привезла меня на такси, потому что я была лежачая, больная. И я легла в углу церкви на полу, потому что даже не имела сил сидеть на удобных скамейках. Мама ушла вперед, зная, что через пять минут я начну проситься домой. Служение было шесть часов. Все шесть часов я не ехала, потому что у меня не было силы. Я лежала в углу и плакала, и просила, Бог, что хочешь, сделай с моей жизнью. Измени ее, как хочешь. Но я так жить больше не могу и не хочу. И в конце служения, когда пастор сказал, что все, кто хотят принять еще в свою жизнь, могут выйти вперед, я попросила, чтобы ребята из тюремного служения помогли мне. И когда они вели меня по проходу, то я никого не дожидаясь, просто продолжала плакать и кричать, Бог, если ты есть, забери мою жизнь. И знаете, я думала, что он заберет, и я просто не попаду в это ужасное место. Но у Бога были совершенно другие планы на мою жизнь. И вот этот крик о помощи прозвучал 24 года тому назад, и с этого момента в моей жизни начали происходить великие чудеса Божьи. И первое чудо это было то, что церковь помолилась за меня, а потом ко мне стали подходить люди, они обнимали меня и поздравляли меня. Для меня это было великое чудо, потому что уже много времени люди, которые встречали меня на улице, они просто шарахались на другую сторону, вот так ужасно я выглядела. Но здесь я видела, что люди по-настоящему искренне любят меня, они рады за меня, они не брезгуют мной, они могут подойти и обнять меня. Домой я ехала на общественном транспорте, те, кто когда-то жили в Советском Союзе или в странах СНГ, помнишь, вот такой львовский автобус в августе, да, которого ждешь час, жара, дышать нечем, бензином пахнет, сидеть негде. И там нормальному человеку плохо, но я 40 минут стояла на своих ногах, я доехала до дома и знала, что сейчас начнется ужасная вот эта ломка, агония, вот эта вот абстиненция, которая сопровождает каждого наркомана, о которой врачи сказали, ты не переживешь этого. Но наш Бог, который взял на себя все наши немощи и понес все наши болезни, Он просто забрал весь этот кошмар, всю эту боль, всю пустоту моего сердца, все, что со мной происходило, Он забрал это на крест. И я чувствовала себя совершенно нормальным человеком. Но знаете, я даже не могла поверить, что это происходит вот так, потому что всегда приходило вот этот кошмар, эта боль, эта ломка, поэтому на третьей сутке Бог дал мне видение, я видела Ишуа, который сказал мне, вставай и иди. И единственное, что мне пришло в голову, это адрес одной верующей семьи, которую я знала, я поехала к ним, чтобы спросить, кто это был и куда он меня послал. И тогда они мне сказали, когда ты будешь читать священное писание, ты увидишь, что Ишуа многих так поднимал, чтобы они следовали за ним. И я пошла учиться в библейскую школу, и вы знаете, для меня это была ужасно тяжелая работа, потому что я многие слова не понимала, я не знала, о чем говорится, я не могла вникнуть, хотя очень хотела знать волю Божью, и поэтому ко мне прикрепили старшего брата Александра со второго курса, который объяснял мне священное писание и буквально, знаете, переводил с русского на русский. Это то, что мы сейчас делаем в реабилитационных центрах, потому что, к сожалению, в наших центрах большая часть дети верующих родителей, но они не понимают священного писания. Они не знают самого Бога лично, они слышали о нем, они, да, что-то они читали, но они не знают даже библейских слов. За месяц в библейской школе я поправилась на 28 килограмм, и мои новые друзья сказали мне, что, говорит, Оля, сдай кровь, раковые больные вообще так не выправляются. Я поехала в диспансеры, когда получала ответ, собрался целый консилиум врачей, и они мне долго извинялись, а потом сказали, вы знаете, мы два года держали вас в таком ужасном страхе, простите нас. Это был ошибочный диагноз. Ваша кровь абсолютно чистая. Слава Исшуа. Вы можете представить, что со мной произошло. Я, конечно, выглядела как сумасшедшая, потому что я за пять минут пыталась рассказать им о том, что это Исшуа, который пришел в мою жизнь, который освободил меня от наркотиков, исцелил от рака, сделал еще много чудес. Я пыталась все, что за месяц я услышала в библейской школе, рассказать им, и, конечно, они посмотрели на меня так очень подозрительно, а потом сказали, что в нашем диспансере у вас делать нечего, а вот напротив я диспансер, вам там точно с головой помогут. Но мы с вами знаем, что это великий чудный Бог, который приходит и на руинах созидает все новое. Через некоторое время произошло еще одно чудо. Бог восстановил мою внешность, и я вышла замуж. И вы скажете, ну какое это чудо? Но я вышла замуж именно за этого Сашу, за своего старшего, который помогал мне. Но это именно тот человек, о котором я мечтала в 14. И это говорит о том, что Бог видит нас всегда. И Он просто ждет до тех пор, пока мы не придем и не прикоснемся к Нему и не примем Его прощения. Моему сыну только по милости Божьей 28 лет, и еще раз повторю, только по милости Божьей он совершенно здоровый, крепкий парень. У него нет никаких последствий, которые должны были оставить наркотики. И мы с мужем потом усыновили еще двух мальчиков, потому что их родители алкоголики. И Бог дал нам вырастить их, поднять их, выпустить в эту жизнь. Сегодня им 31 и 33, это взрослые самостоятельные мужчины. Слава Богу за это. А мы с мужем продолжаем трудиться в реабилитационном центре вот уже 23 года. И вы знаете, сюда мы начали ездить вот именно за помощью для российского центра. Но сегодня у нас там две большие площадки, мы крепко стоим на ногах. И мы сами помогаем, мы на самоокупаемости. И мы сами помогаем и христианским церквям, и приютам, и школам, и тем, кто просто нуждается. И реабилитация в наших центрах всегда есть, была и будет бесплатная, потому что слово Божие говорит, даром получили, даром отдавайте. Но мы много работаем собственными руками. И вот в Миссури нашему центру уже 10 лет, и у нас там есть разные департаменты, как мы их называем, где мы пытаемся тоже зарабатывать деньги. И у нас есть тишерт, ханиби, и у нас есть курочки, и овечки есть, и у нас ребята ездят, делают констракшн, девочки, клининги. Таким путем мы выживаем. Три года назад мы купили еще прекрасную землю в Неваде, и там тоже Бог сделал много чудес. К сожалению, нет времени рассказывать о них, обо всех. Я в следующий раз когда-нибудь обязательно к вам заеду и расскажу вам подробно о том, что происходит в наших центрах. Но скажу, что мы здесь теперь нуждаемся, конечно же, в вашей помощи, потому что мы строим, у нас идет стройка и в Миссури, и в Неваде, и машины у нас все 2000-х годов, которые уже еле ездят. В общем, у нас очень много нужд. Поэтому и ребят много, которые хотят пройти реабилитацию. Реабилитация бесплатная, их надо кормить, поить и помогать им. И они должны где-то жить, поэтому в Миссури мы не помещаемся, строим третье здание уже. Вот, и поэтому у меня есть с собой письма партнеров. Если кто-то хочет быть нашим партнером, то, пожалуйста, вы можете взять это письмо и помогать нам на постоянной основе, разово, неважно как, но помочь. И также есть у меня диски с информацией, которые вы можете взять совершенно бесплатно. Это свидетельство на русском языке, на английском. И такой фильм «Вся правда о том, к чему приводят наркотики». Очень жесткий, страшный фильм. Его можно показывать только тем, кто вот уже куда-то попал в какую-то зависимость. Вы это можете тоже взять у меня там. А об остальном скажет пастор. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.